Внимание, внимание! Сегодня в нашей школе очень торжественный и важный день. В этот день сто первоклассников пришли на первое в своей жизни посвящение – посвящение в пешеходы. Ребята дружными колоннами прошли по импровизированной пешей зебре на сцене, а затем отправились в волшебную страну – светофорию, где отвечали на вопросы викторины. Какой подарок сделали родители дядю Фёдора Почтальона Пешкину? Затем вместе с отрядом юных инспекторов движения повторяли правила дорожного движения. И проспекты, и бульвары, всюду улицы шумны. Проходи по тротуару только с правой стороны. Тут шаги вмешать народу запрещается! Первоклассники узнали, что первый светофор появился ровно 150 лет назад в Лондоне у здания парламента. А затем ребята дружно отгадывали загадки. «Не летай, не жужжи, жук по улице бежит, и горят глазам жука два блестящих огонька». Инспектор ГИБДД Ирина Чекмарёва ещё раз напомнила ребятам, как нужно переходить дорогу, и поблагодарила их за активное участие. «Вы все молодцы, вы хорошо слушали моих помощников юных, вы хорошо отвечали на вопросы, поэтому сегодня мы вам всем поставим оценку в пять за хорошее знание правил дорожного движения». Затем первоклассникам вручили свидетельства юных пешеходов, а также световозвращающие стикеры-смайлики. Мероприятие понравилось не только ребятам, но и взрослым. «Каждую неделю у нас проходят пятиминутки по безопасности правил дорожного движения. Сегодня у нас прошло мероприятие посвящения первоклассников пешеходам. Это очень важная, актуальная тема». «Они рассказали, как они знают правила дорожного движения, юные инспектора помогли ребятам, напомнили им правила, ну и мы немножечко тоже подсказали. Поэтому совместно у нас получился замечательный, весёлый праздник». Инспектор напомнила, что с младшими школьниками желательно повторять правила дорожного движения каждый день. В зоне особого риска дети 7-8 лет и подростки. В детских садах и школах с ребятами постоянно ведётся работа, но не менее важен личный пример родителей.